Добрый вечер, дорогие друзья! Это видео будет, скорее всего, интересно людям, которые только начинают увлекаться ножами, то есть ищут информацию, что приобрести, какую сталь купить и каких мастеров рассматривать, чтобы было, как говорится, качественно и бюджетно. И сейчас я подведу итоги в целом по ножам, по вот этим клинкам, которые были на протяжении некоторого времени у меня на тестах. Это клинки Андрея Алексеевича Приказчикова. То есть, кто уже давно о ножевой теме, прекрасно знает этого мастера, который очень давно уже на рынке на ножевом. У него уже сложилась своя, как говорится, репутация, у него узнаваемый стиль, узнаваемое клеймо. Он часто бывает на выставках, у него большое количество, как говорится, почитателей его, клинков, его продукции. И на выставке я часто вижу, что очень большое количество людей подходит, что-то приобретает, то есть постоянные клиенты, которых я несколько раз видел на выставках. И люди, в общем, приобретают и берут. Итак, два ножа у меня уже были проданы. Два ножа были проданы. Нож и клинок, они уехали к новым владельцам, оставшиеся вот эти. Итак, вкратце могу сказать вот что по клинкам. Клинки Андрея Абрикащикова – это цена и качество. То есть относительно недорогой сегмент рынка. То есть достаточно бюджетная стоимость клинков и при хорошем качестве. То есть уже сколько я попробовал, уже вы видели у меня кто на канале, очень было достаточно большое количество клинков Андрея Абрикащикова. И чтобы очень провальные какие-то стали, такого не было. Были какие-то нюансы, ну, не все же там бывает идеально, все хорошо, идеально все ровно и все остальное. То есть были какие-то, может быть, вопрос с заточкой стоял, что может где-то какая-то сталь не так себя повела, либо какие-то нюансы были в резине, ну, в общем. Но в целом, в целом, качество стабильное, качество хорошее. Стали все. Он термичит сам, делает термичку уже, как говорится, на углеродках. И уже сейчас он уже давным-давно перешел, как говорится, в высший сегмент. Это там Рексы, 125-ки и все остальное. Кстати, Рексы, его 121, очень хороший. У меня большое количество видео есть. Человек из Казахстана прислал там соход, с разделки там кабанчиков, каких-то там еще чего-то там. И очень доволен по этому Рексу. То есть основная линейка, которая у меня была, этих ножей, ну, клинков, то есть это 95Х18, Неолокс, Н690, Х12МФ, Д2, 95Х18. То есть, ну, вот стандартный набор железа такого среднего сегмента, среднего бюджета. И здесь все нормально. Также у него представлены его клинки, клинки других мастеров. Это булаты и дамаски. Ну, здесь, что касается этих клинков. Здесь это клинки для ценителей. Клинки, булаты и дамаски, это для, как говорится, еще раз говорю, для ценителей, для тех, кто увлекается именно таким форматом, который разбирается в булатных рисунках, как им нарежется. Это все отдельная, как говорится, ниша, которая идет параллельно, нежели моностали, к которому мы привыкли. Но покупать их или нет, на мой взгляд, для меня они как бы только интерес вызывают в качестве проверить их, посмотреть, поточить, порезать, посмотреть вообще, как это работает, как это режется и все остальное. Что касается меня, приобретать ножи, клинки, булат, дамаск, ну, для себя, как говорится, такого явно очевидного выбора не ставлю, потому что, скорее всего, нет. Чем да. Для меня, ну, как-то милее и ближе, что ли, там, а на стали, то есть, уже, как говорится, высокий сегмент порошковых стали, инструментальных стали, но булаты и всякие дамаски, это как, ну, даже не знаю, наверное, скорее всего, я не рассматриваю их приобретению, но это не говорит о том, что у этих клинков нет своих последователей, нет своих ценителей. Так вот, что могу сказать? Все стали, которые я перечислил, которые были у меня на тестах, это вот 95Х18, Х12МФ, это М390, потом Неолокс, вот последний был Ломакс, очень классный железяк, вот, все они, все они отработали достаточно хорошо, они хорошо точатся, приятно точатся, кроме двух Д2 и Х12МФ, сразу говорю, что не совсем простые, они в заточке, именно от приказчиково. Все остальные клинки, все остальные стали никаких особых трудностей не вызывают, режут хорошо, механика тоже на высшем, ну, как говорится, на хорошем уровне, некоторые даже на высшем уровне, потому что, если вы даже при разделке каких-то зверушек случайно попадете под кости, там, заденете что-нибудь, то есть с режущей кромкой ничего не случится, поэтому, по этому поводу можно не переживать. Вот, что касается, вот, как я сказал, Булат и Дамаски, есть свои нюансы, я просто не знаю уж, как они должны себя вести, классический Булат, как он должен резать, как он должен затачиваться, то есть, и Дамаск, это вообще, как говорится, такая, как говорится, котлета с разных сталей, только красивым рисунком. И я показал только то, что есть, опять же, что касается вот этих Дамасков и Булатов у Андрея Алексеевича, которые представлены, это вы можете столкнуться либо с очень тонким заусенцем, который будет очень долго, как говорится, быть тоненьким, изящным и никак не убираться, а если вы не уберете заусенец, он у вас не будет, нож у вас не будет резать, потому что заусенец загибается и на этом дело заканчивается. Что касается порезу, порезу, естественно, что Булаты и Дамаски, они стоят, ну, да, ну, даже, можно сказать, на ступень ниже порезу, нежели моностали, инструменталки, порошковые, нержавейки там и все остальное. Но, опять же, это для любителей, кто в этом разбирается, они могут понять, что для чего они покупают эти булатные клинки и на Алмайке, и Дамаск. Вот, ну, опять же, это, как говорится, видео для новичков, которые ищут производителя, которого цена и качество сбалансированы. И вот один из них, это приказчиков Андрей Алексеевич. На этом буду заканчивать, то есть все, по всем сталям, которые у меня здесь были представлены, есть видео на моем канале, кто подписан, кто в гостях был, они все прекрасно видели, все тесты этих ножей и клинков, и могут для себя уже сделать какие-то выводы. Ну, и в завершении могу так сказать, что, если вы ищете хороший бюджетный клинок, либо нож, либо хотите сделать заказ, можете смело писать или звонить Андрею Алексеевичу, он человек довольно-таки коммуникабельный, никому не отказывал. Если возникают какие-то вопросы с браком, потому что брак случается у всех, никаких там отговорок, еще что-нибудь нет. То есть клинок вы отправляете, либо нож, Андрей Алексеевич вам его меняет. Ну, в общем, вы с ним договариваетесь, пока отказов. Насколько я знаю, если что-то там, ну, заказчика не устраивал в ноже, то Андрей Алексеевич все это переделывал, все эти вопросы решался к обоюдному удовольствию и согласию двух сторон. Так что могу смело рекомендовать клинки и ножи Андрея Алексеевича Приказчикова. Это один из производителей, с которым я так довольно плотно работаю. Мы с ним уже знакомы очень уже много лет, даже уже не помню сколько. И на моей памяти пока явных каких-то проблем с его клинками, с его термичкой, с его железом не было. То есть цена-качество находятся в балансе. Ну что ж, на этом все. Всего доброго. Пока-пока.